Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». В гостях у меня сегодня Николай Кириллов, главный редактор областной Рязанской газеты. Николай Семенович, здравствуйте! Здравствуйте, Наталья! В первую очередь хочу вас поздравить с победой. Вы победили во Всероссийском журналистском конкурсе ОНФ. Мои поздравления! Спасибо огромное за поздравления. Честно говоря, сам не ожидал. Что за конкурс это был вообще? Расскажите, пожалуйста. Это Всероссийский конкурс, который был организован Общероссийским народным фронтом. Мы очень благодарны, мы это представители, прежде всего, независимых СМИ, за то, что такой конкурс был организован. Потому что это было, во-первых, интересно поучаствовать в этом конкурсе. Узнал я об этом конкурсе, когда впервые принимал участие в мероприятиях ОНФ. Это было лето прошлого года. Обсуждался там был круглый стол. Приглашались главные редактора, в том числе региональных СМИ. Обсуждался там ряд вопросов о работе почты России, о борьбе с коррупцией и так далее. И вот тогда его и объявили, этот конкурс. Надо сказать, что журналистское сообщество нашей страны с интересом, в общем-то, восприняло этот конкурс. В конкурсе было подано на конкурс более полутора тысячи заявок со всей страны. Ну и одним из условий, как бы, в конкурсе там разная совершенно тематика, самая-самая разнообразная тематика была. И одно из условий это было то, что, в общем-то, после наших публикаций должны были какие-то изменения. Все-таки, ну, ощутиться, да, какая-то реакция, что-то к лучшему должно было измениться. Собственно, вот это и привлекло лично меня, как и журналиста, и как редактора. Потому что от нашей газеты не только я участвовал в конкурсе, у нас и другие журналисты тоже принимали участие. Это и Сергей Безюкин, и Павел Гресь. И вот то, что вот я победил, это, ну, наверное, это в чем-то, может быть, и закономерно. А вот расскажите про работу, которая победила вашу. Работа, ну, в общем-то, победил я в номинации по теме здравоохранения. И был цикл публикаций у нас в газете на протяжении ряда лет, но на конкурс мы послали несколько публикаций. Очень довольно серьезная проблема там поднималась, и она возникла, в общем-то говоря, скажем так, снизу. Понимаете, вот люди стали приходить в редакцию. Мы сами столкнулись с той проблемой, что, ну, как бы, как и не прискорбно об этом было говорить. Тем не менее, это проблема одна, это взятки, которые пациенты дают докторам за их услуги. Причем это происходит, ну, в общем-то, мы говорим о государственных лечебных учреждениях, разумеется, там, где помощь медицинская должна, разумеется, оказываться бесплатно. Ну, поверьте, мне было очень непросто работать, потому что, вы знаете, я сам из семьи врача. Моя мама врач, она Кириллова Е. Николаевна, работала заведующей отделением больницы скорой медицинской помощи всю жизнь, проработала в медицине. Вот, я вольно или невольно сталкивался с этой аудиторией и знаю очень много врачей лично, и не только с этого лечебного учреждения, и с города, ну, в меру своей профессии, приходилось общаться на разные темы, поэтому, ну, тем более, когда еще и мама сама врач, да, знаете, писать вот об этом, первая ее реакция была, слушай, не трогай ты эту тему. Ну, как не трогай, да, когда, я не буду сейчас, естественно, называть то лечебное учреждение, на котором было сконцентрировано внимание, поскольку, как я уже сказал, изменения к лучшему все-таки есть. Ну, вот это коснулось лично вас, да, вот это учреждение? То есть вы пошли к врачу, что-то вам сильно не понравилось? Это коснулось не только меня, не лично меня, да, это там и мои сотрудники там были, вот, это коснулось тех людей, которые приходили в редакцию и рассказывали, и рассказывали о том, что происходит. Когда человек, попадая в палату лечебную, ему там начинают его коллеги по палате объяснять, что анестезиолог стоит там сколько, сколько другое, то есть, ну, практически прайс-лист, так. Мы не стали тут жестко поступать, как журналисты, в том плане, что мы не стали там обращаться в правоохранительные органы, и мы посчитали, что сначала именно общество должно, или именно пресса, вот общество должно как-то вот прореагировать, повлиять на ситуацию. Тем более, вы знаете, был положительный опыт, вот у меня на примере, я вспоминаю всегда с огромным уважением, почетного гражданина нашего города, Михаила Михайловича Титова. Он одновременно был главным врачом второй больницы БСМП, вот где мама моя как раз и работала. И вот у него там было такое замечательное, еще давно-давно это все было, это, наверное, может быть, лет 10 назад, может быть, меньше, практика такая, человек попадает в больницу, и ему дают памятку, в которой написано, дорогой товарищ пациент, ежели кто-то, или что-то, или как-то за услуги попросит, или ты вдруг сам решишь что-то, то мы тебя предупреждаем, что вообще-то это дело незаконное. Это когда было? Ну, это вот у него он ввел еще давно, лет 10 назад, Михаила Михайловича Титова. И, вы знаете, это работало, это действовало. Очень многое зависит от атмосферы, очень многое зависит от руководства, от атмосферы. Если руководство медицинского учреждения планомерно занимается этими вопросами, контролирует эти вопросы, то да. Ну, и, конечно, вы знаете, тут так вот во всем винить врачей я бы не стал, разбираясь в этой теме. Мы, в общем-то, поняли о том, что и мы сами-то виноваты. Конечно. И мы сами виноваты. У нас почему-то, знаете, есть такой стереотип какой-то, что вот если я врачу денежку дам, то он меня обязательно будет лучше лечить. Это вот у нас на бытовом уровне бытует, и люди порой сами начинают как? Да ничего плохого нет, поверьте, ничего нет плохого, если врача от души поблагодарить. Просто надо знать, как это сделать, корректно, чтобы и его чем-то не унизить, не оскорбить, да, а искреннюю благодарность выразить. Ну, вот у меня недавно один пример был, вы знаете, мы помогли одному инвалиду, он художник, Эдуард Маркин. Сделали ему у нас в Кардике, сделали ему операцию вены. Там что-то у него было плохо с венами, короче говоря. Вот человек пришел после этой операции ко мне и говорит, вот я принес картину, давай подарим. Да, насколько вот это было трогательно, приятно и для тех людей. Мы потом статью даже написали в газете об этом. Вот, и всегда можно, кстати говоря, вот врача поблагодарить в газете. Поблагодарить публично как-то, или у вас на телевидении, к примеру, да, почему нет. Вот, недавно к нам приехала женщина из Украины, благодарила врачей ОКБ. Как к ней отнеслись? Беженков. Всегда есть возможность подарить цветы или как-то по-другому. Но это не должно быть вот именно системой. Никогда. Мы вынуждены платить деньги, ведь иногда порой доходила ситуация до того, что люди кредиты брали, чтобы какую-то операцию провести. И там где-то делалось, должно делаться бесплатно. Знаете, я писал в статье вот позицию нашего губернатора Олега Ивановича Ковалева. Вот здесь, он говорит, ну, каленым железом надо выжигать подобные вещи. Вот правильно, наверное, говорит Олег Иванович, что, к сожалению, не всегда это все вот так быстро решается. Эти все вопросы, они очень сложные. И здесь очень многое именно зависит и от нас с вами в том числе. Вот поверьте, мне, я очень, так сказать, исследую эту тему, убедился в одном, что, знаете, если даже и заплатить, лучше от этого лечить не будут. Вот ваша работа, она отзыв какой-то получила? Да, она получила отзыв, вы знаете, в ряде, может быть, и вот это повлияло на то, что и конкурс мы потом выиграли. Получило в том, что, в общем-то, в ряде лечебных учреждений статья обсуждалась. Были приняты какие-то меры, те же самые памятки стали вводиться, когда пациент приходит, вот о чем я выше сказал. Поэтому я думаю, что сейчас вот у нас, в общем-то говоря, меняется к лучшему в этом плане. Я что хочу сказать. Если вы, уважаемые рязанцы, с подобным сталкиваетесь, вы к нам приходите. Мы имеем некоторый опыт в этой работе. Мы поможем. Мы можем поговорить. Мы можем убедить людей и как-то, в общем-то, не вредя никому, решать эту проблему, с которой, я считаю, надо бороться. И это одна из важнейших тем на сегодняшний день. Я считаю, это здоровье наших граждан. Пользуясь случаем, конечно, еще раз благодарен за поздравления. И я хотел бы пожелать всем жителям нашего региона прежде всего здоровья, хорошего настроения и всего-всего самого доброго. Ну, вам, Николай Семенович, спасибо за столь увлекательную беседу. Еще раз вас с победой. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня был Николай Кириллов, главный редактор областной Рязанской газеты. Это программа «Семь минут». Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»